Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвеяшина и в ближайшие 25 минут вы узнаете обо всем самым интересным, что произошло в Самаре на этой неделе. И коротко о главных темах выпуска. Десять трехсоттонных консолей установлены. В каком состоянии главная стройка Самар? Репортаж со стадиона Самара-Арена. Репетиции перед Мундиалем. До проведения Кубка Конфедерации осталось 100 дней. Остались без дома на Новый год. Мать-одиночка пяти детей надеется на помощь. А ты готов к тотальному диктанту? У самарцев есть возможность вспомнить позабытые правила русского языка. Когда-то в этот день цветами и не пахало. Наш спецрепортаж о праздничном ажиотаже к 8 марта напомнит смысл исторической даты. Царство бетона и металла. Свыше 13 тысяч тонн конструкции требуется для основного покрытия Самарского стадиона. Темпы работы на объекте высокие. Монтаж купол идет круглосуточно. Помогают строителям, поддерживающие временные конструкции массой почти 3,5 тысячи тонн. По признанию подрядчиков, Самара-Арена один из самых сложных и больших стадионов России. Так ли это на самом деле? Репортаж Андрея Горгуленко из самого сердца масштабной стройки. Именно так выглядит стадион Самара-Арена изнутри прямо сейчас. Чуть больше чем через год здесь будут разворачиваться удивительные футбольные баталии. Ну а пока на поле главные игроки это краны, которые помогают устанавливать радиальные консоли. Десять из них уже установлены. Еще четыре в стадии монтажа. Их обещают закончить к концу марта. Ну а к концу мая стадион накроет 32 радиальные консоли, которые образуют сферическую поверхность диаметром 612 метров. Каждая из этих консолей весит почти 300 тонн. Металлический каркас образует форму покрытия козырька над трибунами. Так что зрительские места от капризов природы будут защищены. А вот футболистам повезет меньше в дождь, чем играть под открытым небом. Радиальные консоли также станут основой для фасада будущего стадиона, представляющий собой прозрачный купол высотой 60 метров. Он сделает арену похожей на космический корабль. Стадион в Самаре отличается по своему объему, по своему внешнему виду, по высотности. Ну действительно, как говорится, Самара космическая столица. То есть и стадион, будем говорить, Самара космос. Примерно такое название у него есть, как летающая тарелка. Ну, оригинальный внешний вид, я считаю, это будет, наверное, один из самых красивых стадионов, строящих в Мундиале. С появлением дополнительных супермощных кранов в январе этого года на стройке был открыт третий поток по монтажу консолей. Открытие третьего фронта позволит быстрее вывести с территории поля поддерживающие временные конструкции, чтобы очистить от лишнего главный элемент любого футбольного стадиона. Как только последняя консоль будет установлена, краны покинут пределы футбольного поля. И в начале лета здесь начнут стелить изумрудный газон, который будет соответствовать всем требованиям ФИФА. Работы на футбольном поле начнут с установки систем обогрева, орошения и дренажа. А траву засеют в августе. Кипит работа и под трибунами. Подходит к концу монтаж и остекление наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы в будущих раздевалках и вип-ложах. На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, на 50% ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Работы идут в полном ритме, в полном разгаре. Прочистки стадиона охвачены всеми видами работы. У нас уже начнут отделочные работы на площади в 29 тысяч квадратных метров. У нас запущено тепло. Делается мокрый процесс, ведется штукатурка стен, устройство стяжек. В целом по объекту заканчивается кладочная работа, ведется остекление стадиона. В настоящее время на строительстве задействовано 2300 человек и 137 единиц техники. Закончить работу и сдать готовый стадион подрядчики обещают к Новому году. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Финальный отсчет до Кубка Конфедерации осталось 100 дней. Он считается репетицией чемпионата мира. В нем традиционно участвуют 8 команд. Сборная страны хозяйки турнира, последний чемпион мира, а также победители континентальных турниров. В Самаре этот день отметили символичным матчем по мини-футболу. Его провели волонтеры чемпионата мира 2018. Почему у команды оказалось не 8, а 9, знает Валерия Макарова. Давай, пошел, пошел! Турниром по мини-футболу в Самаре отмечают особенную дату. Ровно 100 дней осталось до Кубка Конфедерации. Многие из этих игроков кандидаты в волонтеры и на Кубок Конфедерации, и на чемпионат мира. В этом символичном турнире 8 команд участников, как и национальных сборных в Кубке Конфедерации. Однако в первый день соревнований выяснилось, что международная сборная Самарского университета подготовила два полноценных состава и мечтает побороться за победу. Регламент пересмотрели и в итоге дали возможность играть всем, кто хочет. И не зря. Международная команда достойно показала себя в финале, заняла второе место. Один из ее игроков, Стефан Алода, начал заниматься футболом в 6 лет, еще на родине в Нигерии. Когда приехал учиться в Самару, увлечения не забросил, теперь играет за свой факультет. Я думаю, что футбол это не просто спорт, потому что он объединяет людей из разных наций, разных стран. И он еще помогает, допустим, есть какие-то проблемы, которые есть, международные проблемы. Иногда футбол такие проблемы решает. Кубок Конфедерации традиционно проводится за год до Чемпионата мира по футболу в стране-организаторе Мундиаля. В России эти соревнования принимают четыре города – Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань. Кубок Конфедерации считается репетицией Чемпионата мира. Так к нему относится и волонтерский корпус. Делегация волонтеров из нашего города так или иначе поедет и примет участие в Кубок Конфедерации. Мы отправляем волонтеров, в том числе, в Казань, самую большую делегацию. Надеемся, что они проявят себя там. Всего от Самарской области на Кубок Конфедерации отправится порядка 50 волонтеров. Едут, чтобы набраться опыта и в 2018-м достойны провести Чемпионат мира в родном городе. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Им снится рокот космодрома и ледяная синева. В Самаре стартовал третий этап Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». 50 школьников со всей страны на базе Самарского университета начинают подготовку к конструированию настоящего спутника, который запустят на орбиту. За кем будущее российской космонавтики расскажет Андрей Горгуленко. Самарский школьник Даниил Куприянов давно мечтает о покорении космоса и к своей цели движется уверенно. Девятиклассник стал одним из 50 самых технически подготовленных и талантливых детей со всей России. Пройти отбор с конкурсом «30 человек на одно место» ему помогло эссе о перспективах колонизации Марса. Отправить людей на Марс хотел еще Сергей Павлович Королев. То есть, представляете, как это было давно. И до сих пор никаких серьезных шагов к этому не было предпринято. Ну, поэтому хотелось бы создать что-то или поучаствовать в колонизации Марса. Таких же юных, любознательных и увлеченных космическим пространством принимает Самарский университет на третьем этапе Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». Для финалистов подготовлена богатая программа. Они познакомятся с кафедрой космических исследований и Центром испытаний наноспутников. Также юные исследователи презентуют и обсудят проекты, представленные на конкурс. Тут и физика, и математика, и биология, и химия, и сама философия жизни не только на Земле, но и во Вселенной. То есть, это ребята нацеленные на какие-то перспективы с точки зрения своего будущего и с точки зрения будущего развития космонавтики. В апреле финалисты уедут в Крымский Артек на космическую смену. Школьники будут изучать азы конструкторской работы не только на лекциях, но и на практике. Итогом работы победителей конкурса станет создание демонстрационной модели наноспутника. Дети под влиянием родителей, конечно, интуитивно понимают, что все абсолютно проблемы, которые возникают на Земле, могут быть решены успешно из космоса. Полностью завершить цикл работ над полноценным спутником, готовым для отправки на орбиту, участники конкурса смогут уже в качестве студентов-первокурсников в лабораториях Самарского университета. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Генерала отставили. Сергей Солодовников больше не занимает должность начальника главка областного МВД. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 10 генералов этого ведомства, а также Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В главке Самарской области комментариев пока не дают. Напомню, генерал Солодовников был назначен начальником главного управления МВД России по Самарской области в феврале 2015 года. До этого он возглавлял такое же управление в Кировской области. Жителям Самары генерал запомнился как отчаянный борец с незаконной продажей спиртного. При нем появились такие явления, как ночной патруль, бригада ДНД и народный контроль. И стали известны подробности резонансного дела. Осужденный из-за убийства семьи полицейского Андрея Гошта обжаловал пожизненный приговор. Апелляцию подал Махмадали Ахмадов, которого следствие считает организатором кровавой расправы. Срок подачи жалоб истек накануне, пока в суд поступило только одно обращение. Не исключено, что остальные трое фигурантов дела могли направить апелляцию по почте, и документы еще не пришли. Напомним, семья полковника Андрея Гошта и сам полицейский были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила семилетняя девочка. Как утверждает следствие, целью нападения был грабеж. Приговор по громкому делу вынесли 22 февраля. Все подсудимые признаны виновными. Двое получили пожизненные сроки, двое – 25 и 26 лет лишения свободы. Также всем им теперь предстоит выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму более 12 миллионов рублей. Третий месяц без собственного дома. В селе Лопатино Самарской области многодетная семья осталась без крыш над головой. Прямо в Новый год. Трагедия произошла из-за неисправной проводки. Пожар уничтожил весь дом. Сейчас Наталья, многодетная мама, написала заявление на предоставление жилья. Ждать ли помощи от властей в ситуации разбиралась Валерия Макарова. Собака по кличке Гайка полтора месяца не видела хозяев. Она единственная, кто здесь остался после пожара. Трагедия случилась утром 31 декабря. Подвела старая проводка. Короткое замыкание и деревянный дом заполыхал. Так Наталья Пирожкова, одна воспитывающая пятерых детей, потеряла крышу над головой. Ее вместе с двухлетним Серафимом поселили в социальную гостиницу в Новокуйбышевске. Остальных детей определили в центр для несовершеннолетних. За каких-то 4 часа, наверное, после пожара, прям сюда привезли и все оформили. Потом уже потихонечку движение заявления о материальной помощи, заявление о предоставлении жилья. Ну и все. Потом уже ждать. Единственное, что нам нужен дом, чтобы нам объединиться вместе. Дом, в котором семья прожила 12 лет, ремонту не подлежит. Быть в разлуке с мамой для детей тяжело. От администрации Волжского района Самарской области Наталья получила 50 тысяч рублей материальной помощи. На наш запрос о дальнейших мерах поддержки этой семьи в администрации пока не ответили. Юрист Алексей Кокин объясняет, как в таких ситуациях обычно решается этот сложный вопрос. Сказать, что где-то жестко регламентирована необходимость предоставления жилья со стороны государства, это не совсем так. Потому что здесь, во-первых, добрая воля все-таки администрации, в большом счету. И самое главное, возможность предоставления такого жилья как такового. Как показывает практика, администрация всегда идет навстречу, если есть жилье, куда возможно переселить, предоставить. А пока Наталья ждет обещанной помощи, дом в Лопатина потихоньку растаскивают на доске. И только верная гайка ждет возвращения хозяев. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. В Самарской области поймали иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов. 22-летний гражданин Киргизии уже давно попал в поле зрения самарских оперативников. За ним внимательно следили. Мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ, запрещенной в России организации, и готовился к выезду в Сирию, чтобы воевать на стороне террористической организации. Однако осуществить свои планы ему не удалось. В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Выплатили через 8 лет. Сотрудники Самарского дома печати получили долгожданную зарплату. Об этом представители инициативной группы предприятия рассказали на встрече с губернатором. Самарский дом печати изначально был государственным предприятием, в котором располагалась крупнейшая типография. Но после акционирования предприятие стало переходить из рук в руки и было доведено до банкротства. Наиболее пострадавшими в этой истории стали простые сотрудники, которые с 2008 года не могли получить заработанные деньги. После того, как они обратились за помощью к главе региона, ситуация стала меняться. И вот теперь разрешилось полностью. С вашей стороны оказана реальная помощь. И сейчас на данный момент зарплаты выплачены в полном объеме. Огромное вам благодарность. А за всего трудового объектива. Спасибо. В 8 лет мы шли к этому событию. Если о банкроте, надо было людям всем выдать зарплату. Это первое. Это было специальным законом федеральным прописано. Сначала, когда закон о банкротстве вводился, этого не было. И года 3-4 закон о работе у зарплаты была в третьей очереди. Потом это специально в закон внесли изменение, что зарплата – это первая очередь. Вспомнить все. Самара готовится к тотальному диктанту. Большая проверка на грамотность грядет в начале апреля. В прошлом году к всероссийской акции присоединились сотни самарцев. В областной библиотеке начались занятия по русскому языку. Все желающие могут бесплатно вспомнить или даже узнать правила грамматики, орфографии и пунктуации. Первый урок посетила Олесь Карецкая. Сколько склонений? Три. Три. Ну вы смотрите, пожалуйста. Так на меня смотрите, если я с такой опаской, у нас не будет экзамен. Три склонения, два спряжения и один язык – русский. Восстановить школьные знания и заполнить пробелы в памяти собрались те, кто в апреле рискнет написать тотальный диктант. В этот раз повторяют склонения, поддержное окончание существительных и правописание глаголов. Екатерина Усманова своим примером хочет показать друзьям и знакомым – не стоит забывать о богатстве русского языка. В период сейчас смс, сообщений, вайбера, многие пишут сообщения очень быстрые, многие забывают о правилах пунктуации. Для меня, например, очень тяжело читать такие сообщения, сразу режут глаза. Уроки по русскому языку проводятся бесплатно. Здесь не ставят оценок, не надо отпрашиваться. Нужно только желание вспомнить забытое и узнать новое. Преподаватель Ольга Семанина готовит самарцев к тотальному диктанту второй год. Замечает, что сейчас в школах русскому языку учат по разным методикам. И не все они усваиваются хорошо, языковые нормы смещаются. Поэтому ловить эту грань, наверное, между тем, что допустимо, и тем, что уже на самом деле несколько потеряно, и возобновить, скажем так, эти истоки, наверное, сложновато. Русский язык как инструмент. Чем больше о нем знаешь, тем искуснее им пользуешься. Будущим участникам тотального диктанта и всем, кто неравнодушен к грамотной речи, филологи советуют чаще открывать словари и больше читать книги. Подготовка к тотальному диктанту будет проходить в областной библиотеке каждую субботу. Впереди еще четыре занятия. Есть время вспомнить правила русского языка. Алина Чемерес, Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Сказочные герои изменили оттенок. В Самаре на улице Ленинградской памятник дяди Степи приобрел зеленый оттенок. Вполне объяснимые химические процессы взаимодействия сплава бронза с окружающей средой нередко приводят к такому результату, удивляя проходящих мимо людей. Мариана Мирная оценила степень позеленения скульптур. Все покрыты зеленью, абсолютно все. Дети самого известного советского милиционера, дяди Степы, приобрели необычный оттенок. Сама же громадная фигура милиционера позеленела лишь наполовину, выше сохранив бронзовый оттенок. Больше всего повезло вот этому Бобику, голову которого постоянно гладят, не давая металлу окислиться. Пятиметровое изваяние руки Зураба Церетели с ноября 2015 года привлекает внимание жителей Самары и гостей города. Пережив вторую зиму, некоторые детали памятника из бронзовых превратились в малахитовые. Я с химией связана, просто окислила сметь и все. И что тут такое страшное? Они везде зеленеют и даже лучше смотрятся, когда люди начинают носы им тереть, выделяются. Это как-то привлекательно. А так вот стоит он и стоит, как вот древность придает. После снега, видимо, отсырели ржавчину. Но так, по идее, можно почистить, и все нормально с ними будет. Конечно, надо почистить, потому что они были такие хорошие, с ними всегда дети играют и фотографируются. И если самарцы удивляются нестандартному цвету памятника, то скульпторы и архитекторы не видят в этом ничего особенного. И даже утверждают, что подобная реакция с окружающей средой делает скульптуру более прочной. А вот очистка может привести к разрушениям. По сути, даже эффект благородный патина – это хорошо. Это в плане того, что многие из реставраторов… Ну, есть разные направления реставрации. То есть, говорят о том, что лучше даже не трогать памятник, когда появляется естественная патина, так как нижний слой этой патины как раз и максимально хорошо предохраняет саму структуру памятника. Специалисты-химики утверждают, что такие памятники необходимо покрывать полимерами, которые будут барьером от внешних воздействий влаги воздуха. Но и сейчас очистить скульптуры не составит труда. Помочь может даже обычный луковый сок. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. На языке музыки творческие коллективы из Тханьона и Самары выступили вместе на одной сцене. Концерт стал завершением фестиваля «Дни города Тханьон», который стал прологом для дальнейшего экономического и культурного сотрудничества двух городов. Языковые преграды рушатся, когда на сцене звучит скрипка. И уже как-то забываешь, что на соседнем сидении не твой самарский земляк, а гость из далекой загадочной Южной Кореи. Когда на сцене Дворца культуры «Заря» играет музыка, жители этих городов-партнеров становятся ближе друг к другу. И когда ты слушаешь эту музыку, в первые минуты понимаешь, что она невероятно необычна и сложна. Но, когда ты начинаешь в нее погружаться, ты понимаешь, что это музыка невероятной красоты, глубины и очень тонкой философской мысли. Интересно то, что все это современная музыка. И она объединила традиции Востока и Запада. Здесь же, в ДК «Заря», в течение трех дней проходила выставка прикладного искусства мастеров Тхуньона, а также презентация туристического потенциала города-партнера. Завершилось все концертной программой. Важность подобного культурного обмена между двумя городами понятна всем, ведь об этой сфере жизни южнокорейского народа нам известно не так много. Мы приветствуем наших гостей на Самарской земле, и в результате сегодняшней встречи мы обменяемся нашей культурой. Культура – это универсальный язык, универсальный язык общения народа. И для того, чтобы лучше понимать друг друга, конечно, надо знакомиться с культурой народа, с которым ты хочешь подружиться. Концерт, как и весь четырехдневный визит в Самару, произвел на южнокорейских гостей приятное впечатление. Администрация Самары нам очень хорошо помогла. Надеюсь на укрепление сотрудничества между нашими городами. Самое интересное, что жители Самары очень культурны. Они посещают театры и балет. В вашем городе интересно. Фестиваль Дни города Тханьоны, завершивший его концерт, стали своеобразным прологом для дальнейшего сотрудничества между городами-партнерами. Это коснется туристического бизнеса, возможно, будут созданы крупные совместные предприятия. Сергей Ромашов, Максим Гусев, события. В руках мастера цветы распускаются даже из дерева. В Самарском доме журналиста открылась выставка работ художника Сергея Васькова, посвященная наступившей весне. Деревянные шедевры очаровали и Андрея Горгуленко. Тополь, дуб и береза под умелой рукой мастера превращаются в цветы и нутерморты. На создание одного шедевра у Сергея Васькова обычно уходит одна неделя. За 20 лет работы он выработал собственную технику. Я ее, в принципе, сформировал из желания выявить именно текстуру дерева. Не просто форму, как работают, допустим, резчики по дереву или скульпторы, а именно использовать текстуру дерева и сочетание разных фактур. Обычно Сергей работает с более холодными и даже жесткими оттенками. Но его соавтор и жена Ирина порекомендовала сделать выставку в ярких цветах в честь наступающей весны. Поэтому она весенняя такая, зелененькая, красочная, потому что все-таки праздник наш будет 8 марта. Ну и потом весна. Весна, она, конечно, уже вот то, что март, он уже, по-моему, радует. Выставка в Доме журналиста будет открыта для всех желающих до конца марта. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В центре внимания на этой неделе оказались представительницы прекрасного пола. Самый нежный праздник, Международный женский день, отметили и в Самаре. К 8 марта в службе статистики составили портрет типичной жительницы нашего города. Эта женщина за 40, с двумя детьми, умна, хорошо образована, непременно хороша собой и является профессионалом своего дела. А Валерия Макарова узнала, чего же на самом деле хотят женщины. Дитям мороженое, его бабы цветы. Чем ближе Международный женский день, тем актуальнее становится этот совет. 7 и 8 марта выручка цветочных магазинов увеличивается в разы, но и работать приходится круглые сутки. Бойкая торговля идет и на улицах. Здесь выбор не так велик. Роза, традиционные тюльпаны и мимоза. Берут ребят цветы, покупают и розы, покупают. Я вообще в цветах работаю. И ребят приходят, берут и розы, все. Хоть дорого, но все равно берут, ребят. Дарите женщинам цветы. Совет, который не устареет, наверное, никогда. Ведь кого бы не обрадовал такой подарок? А не обрадовал бы он тех, кто стоял у истоков 8 марта. Ведь тогда, в 20 веке, это был не праздник, а борьба за права женщин. Все началось в марте 1908 года. На улице Нью-Йорка вышли тысячи женщин. Они требовали сократить рабочий день, дать им избирательное право и равную с мужчинами оплату труда. Учредить Международный женский день предложила Клара Цеткин. Планировалось, что в этот день женщины будут проводить митинги, шествия и собрания, привлекая внимание к своим проблемам. Но сегодня эта история многими забыта, и 8 марта превратилась в праздник весны и женской красоты. Наша съемочная группа вышла на улицы Самары, чтобы узнать, какие подарки приготовили мужчины и чего на самом деле хотят женщины. Лучше цветов-то нету, наверное. Цветы – самый хороший подарок. Весенний. Машину. Как один мой друг говорил, лучший мой подарок – это ты. Это я, то есть. Цветы. Да. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Цветы. А вы как считаете? Согласна. Цветы. Почему цветы? Так, как-то приятно, не часто получаешь их все-таки. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Да мужчина. Чисто выбритый мужчина. Конечно же, внимание, цветы. И машину. Машину обязательно. Дай бог, чтобы муж увидел. Любовь. Любовь. Своего мужа. Просто надо угодить женщине и знать ее. Женщину, чтобы ее уважали, мне кажется, и самое главное, чтобы это, вот этот подарок. А больше ничего, остальное все покупное. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова